Добрый вечер, новости 24 в эфире. Городская прокуратура ищет воронежского полицейского, ставшего героем скандального видеоролика. Видео с пьяным стражем правопорядка в главной роли появилось в интернете накануне вечером. Это скандальное видео бьет рекорды посещаемости. Неизвестные сняли на мобильный телефон полицейского, который сильно пошатываясь, долго справляет нужду на глазах у прохожих. Все это происходит предположительно во дворе у центрального автовокзала. Прокуратура города по заданию прокуратуры Воронежской области проводится проверка по факту размещения в сети интернет видеозаписи гражданина, который совершает административное правонарушение в форме сотрудника полиции. Проверка проводится с целью установления данного гражданина и привлечения его к ответственности, установленной действующим законодательством. Свою проверку начала и служба собственной безопасности главного управления МВД по Воронежской области. Если будет установлено, что это сотрудник органов внутренних дел Воронежской области и этот факт имел место именно в Воронеже, этот сотрудник сразу же будет уволен из органов внутренних дел. Интересно, что в конце ролика страж правопорядка усаживается в машину на водительское место. Дальнейшее осталось неизвестным, запись на этом обрывается. Кстати, сегодня в обед скандальное видео на Воронежском интернет-ресурсе заблокировали. Наталья Горохова, Валерий Бобкин, Новости 24. Воронежские полицейские закрыли нелегальный покерный клуб. Игровое заведение располагалось в трехэтажном особняке в центре города. Оперативники нагрянули в казино поздним вечером, когда в игорном заведении собрались посетители. Все для игры владелец коттеджа обустроил на третьем этаже. Правда, при встрече с сыщиками мужчина заявил, что это не казино, а всего лишь его личный бар. Сейчас полицейские выясняют, сколько успел заработать организатор нелегального бизнеса. В ходе мероприятия были задержаны 8 лиц, причастных к деятельности казино. Изъято три игровых стола для игры в покер, значительное количество фишек и карт. На исследование отправлена алкогольная продукция. В настоящее время проводится проверка. В санаторий имени Горького собрались взрывотехники со всей России. К счастью, специалисты приехали в наш город не в связи с каким-либо ЧП, а на конференцию. Поделиться опытом. В Воронеж съехались взрывотехники из разных городов, от Хабаровска до Калининграда. В столице Черноземья испытатели, спасатели, аналитики собрались не случайно. Именно воронежские специалисты имеют немалый опыт по обезвреживанию боеприпасов времен войны. У нас очень сильно засорена местность, особенно там, где были бои. Да и находим там, где и боев не было, боеприпасы. По оценкам специалистов, в земле Воронежской области сейчас находится около 400 тысяч боеприпасов времен войны. Особо взрывоопасная обстановка в местах находок сложилась прошлым летом, в жару. Закладка зарядов для уничтожения боеприпасов проходила при особых мерах безопасности. Ведь здесь находится больше 400 килограммов взрывчатки. И малейшее неосторожное движение на 35 градусной жаре может спровоцировать взрыв. Участники конференции смогут познакомиться с реальной работой воронежских взрывотехников. С учетом того, что среди гостей есть исследователи и производители взрывчатки, такое общение будет весьма полезным. Сергей Агапов, Валерий Бобкин, Новости 24. Только воронежские медики будут работать в областном перинатальном центре. До его открытия остается совсем немного. Губернатор Алексей Гордеев, лично контролирующий ход строительства, в очередной раз побывал там с проверкой. В этот раз губернатору показали практически готовые приемные родовые отделения, палаты и операционные. Сейчас в центре монтируется оборудование. На его закупку ушло почти 425 миллионов рублей. На сегодня практически завершены уже все отделочные работы. На 80 процентов смонтировано все оборудование, в первую очередь медицинское. 100 процентов оборудования медицинское, технологическое имеется уже в наличии. Мы идем по графику. Штатное расписание перинатального центра уже утверждено. Здесь будут трудиться более 1600 человек, 335 из которых врачи. Все медики Воронежские, воспитанники нашей медакадемии. Все врачи лично через меня проходили, справки мы объективные наводили. То есть профессиональный опыт, организационный опыт, стремление с вами развиваться. Все заявления уже подписаны. Официально приступить к работе врачи смогут уже в 20-х числах. А первых пациенток центр примет в день своего открытия, 30 июня. Светлана Масолова, Александр Федоров, Новости 24. Платоновский фестиваль набирает обороты. Его программа составлена так, что накануне в спектакле или концерте журналисты могут пообщаться с артистами. Так наши корреспонденты встретились с актерами нового Рижского театра Гундерсом Аболинчем и Евгением Исаевым. На сцене камерного они играют Соню. Гундерс Аболинч исполняет роль главной героини, женщины одинокой и некрасивой, но готовой даже на самопожертвование. Накануне Воронежской премьеры актеры опасались, что известность этой постановки может сыграть с ними злую шутку. А если ты уже подготавливаешь, вот сейчас будет что-то гениальное, вот весь мир уже видел, мы еще нету, сейчас увидим, вот прокурор не достал, а мы достали билеты, понимаете, это очень-очень сразу закрывает зрителя, он не понимает, а что же тут гениальное, вот это, нет, а может быть это, а-а. И пропускает все самое главное, быть удивленным. Опасения оказались напрасны. Соня покорила воронежцев своей глубиной и искренностью. К Платоновскому фестивалю присоединилась и галерея «Хлам». Там восемь авторов из Воронежа и Москвы знакомят посетителей с историческим авангардом 20 века. Приоткрыв сюда дверь, посетитель может удивиться. Очень уж похоже на чью-то жилую комнату, прием намеренный. Ведь исторический авангард 20 века – это слияние искусства и повседневной жизни. Здесь все просто и понятно даже для маленького Яши, которого привел сюда отец. Я думаю, он до всего сам потихоньку дойдет, потому что тут, в принципе, красивые – это не то слово, а удачные работы. Современные произведения искусства авторы приспособили для жизни. Абстрактные металлические скульптуры, к примеру, служат вешалкой. Экспрессивные бетонные экспонаты, как будто домашние питомцы. Остатая юноша в исполнении Ивана Горшкова – попытка создать своими руками нечто, похожее на объект природного происхождения. Это бесконечное доделывание, переделывание, бесконечные трансформации. Железо ржавеет, прогорает, обрастает камнем, камень покрывается железом. Все 12 работ – это лишь руины утопии, говорят авторы. Остатки того, чего уже нет. Для художника Николая Алексеева идеальным утопическим объектом стал Северный мост. Я просто помню, с детства, как по нему ходил трамвайчик по праздникам, где раздавались. Ну, там был буфет, продавался сладкая вата, еще что-то такое. А сейчас как бы такой пустырь. Эта авангардная экспозиция будет работать в Хламе до 30 июня. Анастасия Ермакова, Евгений Адамов, Новости 24. Традиционные платоновские чтения в этом году проходят тоже в рамках одноименного фестиваля. На конференцию, посвященную жизни и творчеству Андрея Платонова, собрались ловесники из разных стран. Эти профессора, прибывшие из разных уголков мира, знают об Андрее Платонове лучше большинства его земляков. Англичанин Филипп Буллок в платоновских чтениях участвует впервые. Но творчеством воронежского писателя увлекся еще 15 лет назад. Одна знакомая просто подарила мне «Котловань» и стал читать. И у меня было такое странное ощущение, что все понимаю буквально, но ничего не понимаю. И стали спрашивать меня, почему читать самого трудного русского писателя. И из-за этого я стал больше читать. Поговорить о Платонове и его творчестве приехали из Германии, из Польши, из многих городов России. Такая конференция в стенах ВГУ проходит уже в седьмой раз. Это очень хорошая традиция, потому что ученые идут в свои университеты. Они читают лекции по всему миру. Такие же международные платоновские чтения в этом году уже с успехом прошли в Америке и Бельгии. А в Воронеже они продлятся еще два дня. Елена Тимонова, Евгений Немцев, Новости 24. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этой минуте. Всего вам доброго и до встречи в эфире.